Дорогие мастера, всем привет! Сегодня вашему вниманию хочу представить наращивание ресничек в объеме Голливуд. Голливуд это означает, что мы берем не одну ресницу, не две ресницы и не берем постоянно 4 реснички, а мы выполняем наращивание от 4 до 6 ресниц. То есть прядку, которую мы берем в наши пальчики, либо формируем на ленте, будет составлять от 4 до 6 ресниц постоянно. Итак, чем интересно сегодня это наращивание? Во-первых, наращиваем красивыми ресницами, амбрешками. Это достаточно насыщенно кислотный цвет с переходом от салатового до синих кончиков. Будет смотреться очень пестрым наращивание. То есть это наращивание больше относится к эстетическому. В повседневной жизни не каждый клиент захочет его носить. Тем не менее, еще в чем интерес этого наращивания? То, что оно будет выполнено пучками с перехватом. Что это означает? Есть несколько техник выполнения нашего наращивания. То есть они могут быть абсолютно разные. Только формирование пучка у нас составляет от 20 позиций пальчиков. То есть это если я говорю сейчас о ручной технике. Сегодня мы рассмотрим одну из техник работы с перехватом. Это будет фиксация пучка легким движением на патче после того, как вы его макнули в клей. Затем пинцетом перехватываете его выше и только после этого фиксируете на реснице. Зачем мы так делаем? Это делают мастера, когда при формировании у них получается достаточно короткая ножка. Им просто неудобно потом фиксировать на ресницу, потому что зона доступа не позволяет. Поэтому мы хорошо открываем реснички острым пинцетиком. И для того, чтобы сделать больше зону доступа, мы перехватываем пучок выше пинцета. Затем фиксируем на ресничку в удобном для нас положении. Фиксация пучка на ресницу может быть с разных сторон. То есть это может быть и постановка сверху. Если вы хотите сделать более прямую выкладку, это может быть постановка сбоку. Если у вас будет выкладка немного как с наклоном веерная. Это может быть постановка снизу, если вы хотите отрегулировать высоту ресничного ряда. То есть вы всегда должны знать, что высоту ресничного ряда можно регулировать постановкой ресницы сверху, либо снизу, либо завитками самих ресниц, то есть изгибами. Чем более закрученный изгиб, тем выше мы можем сделать визуально положение рядности наших ресниц. Чем более ровнее наш завиток, мы визуально на несколько миллиметров можем опустить ресничные ряды. То есть на глазках всегда закрученные ресницы смотрятся более открытыми и более ровные ресницы всегда будут смотреться визуально, вытягивая глазик и немножко делая его щелочновидным. Итак, теперь я хочу, чтобы вы самостоятельно просмотрели больше это видео, внимательно уделили время и сфокусировали свой взгляд именно на том, как мастер перехватывает пучок. Потому что это видео посвящено больше перехвату пучка. Вы должны знать, что это... Я не могу сказать, что это 100% вы именно так должны делать. Скорее всего, это одна из техник, которой имеет место быть. Поэтому она очень интересная, очень легкая, доступная. И вы будете получать всегда красивые распущенные пучки. При этом вам будет легко их фиксировать. То есть вы не будете думать, а почему у меня постоянно к пинцету ползет клей. На самом деле ситуации, почему клей ползет к пинцету существует очень много. Но в данном видео мы рассматриваем другой момент. Поэтому рекомендую вам внимательно смотреть это видео и брать для себя на заметочку. Я думаю, что обязательно из этого урока вы вынести для себя какие-то полезные моменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...